Хм, так ветер задувает. Привет все! Сегодня будем говорить о другой книге, как всегда, сегодня понедельник. Welcome to my channel, как говорится. Сегодня будем говорить о книге, которая сыграла очень важную роль в моей жизни и вдохновила меня писать мой блог. Так, данной книгой является книга Эльчина Сафарли «Сладкая соль Босфора». Я эту книгу читала дважды, в этот раз, в свою поездку в Баку, я решила заново прочитать эту книгу, пока ездила и пока обословывалась, и пока возвращалась. Короче, за промежуток где-то декабрь-январь я ее прочитала, и могу сказать такую вещь. Когда первый раз я ее читала, у меня были совсем другие эмоции, когда я во второй раз ее читаю, у меня совсем другие эмоции. Но я могу вам сказать, что мои соседи пялиться до меня из окна. Им очень интересно, что же я такое здесь делаю. Тупо не. Так вот, единственное, что я вам могу сказать, если вы будете эту книгу читать, я советую читать ее в определенном настроении, в таком лирическом, грустном, осеннем настроении. Я ее читала, когда была очень счастлива, поэтому я так особо не прочувствовала то, что я чувствовала в первый раз. И в первый раз после прочтения этой книги я начала писать свой блог isamedina.blogspot.com. На этом блоге я пишу о своих, скажем так, путешествиях, переживаниях, все на русском языке, поэтому внизу остается ссылка, она там всегда есть, просто вы до этого ее не замечали. И посмотрите на ее, если вам будет интересно. Вся книга о Стамбуле. То есть, если вам интересна такая жизнь востока, именно современного Стамбула. Книга разделена на три части. Душа города, люди города и счастье города. То есть, в каждой части Эльчин Сафарли рассказывает об определенной структуре или определенном аспекте города. Например, душа города, она прям такая чувствительная и интересная. Весь текст наполнен очень большим количеством эпитетов и красивых прилагательных, поэтому текст совсем не сухой, наполнен прям эмоциями, переживаниями. И очень приятно читать, но в некоторые моменты прям начинают бесить это. Как я уже сказала, эту книгу желательно читать при осеннем настроении, такой грустном настроении. Кстати, осень является любимым временем года Эльчина Сафарли. Он прям везде ее обожествляет, везде о ней пишет и говорит, сравнивает ее со всякими интересными моментами. Иногда даже женщины, причем красивые женщины. Так что это очень интересно посмотреть, какая для него осень. Например, осень для меня не самое любимое время года, потому что осенью я бываю обычно недовольная. В принципе, как и всегда. Лично мое мнение по этой книге, то, что Стамбул может быть для Эльчина Сафарли, и он является прям шикарным городом, для каждого человека определенный город значит определенные вещи. И для меня то же самое. Но чаще всего с городом связываются люди, какие-то воспоминания и места. И то же самое, как и Эльчина Сафарли разделил книгу на три части, то же самое он так и сделал. То есть люди очень большой роли играют в осознании города и его восприятии. Некоторым людям, чтобы осознать счастье, нужно переселиться в какой-то другой город, или, например, они чувствуют счастье в определенном городе. Для меня это тоже бывает в Баку, если я возвращаюсь домой, я там вижу своих родных, близких, любимых. Поэтому для меня это играет очень большую роль. Да, я очень люблю этот город. Сейчас я прочитаю несколько цитат из книг, которые мне задели и... Задели или зацепили? И мы их обсудим вместе, так что давайте посмотрим. Первая цитата. Когда двое смотрят на Луну с разных концов Земли, они непременно встречаются с глядами. Тот, кому это адресовано, поймет. Возвращение всегда дарит счастье, независимо от того, с каким грузом в душе возвращаешься. Абсолютно согласна. Если вы живете за границей, когда вы возвращаетесь домой, у вас прям... Счастье на душе, то это отлично. И у меня всегда так и бывает. Добраться... Ну ты молодец. Да, давайте еще избейте друг друга. Добраться до мечты значит пройти тест на выносливость. Почему-то заполучить мечту с легкостью нереально. Непременно преодолеешь непреодолимое. Согласна. Для того, чтобы получить свою мечту и чтобы она сбылась, ей определенно нужно работать. Поэтому работайте. Если у вас есть мечта, что-то делайте. По маленькому шагу, по маленькому шагу. И сейчас я прочитаю цитату, из-за которой я заново прочитала эту книгу. Эта цитата просто... Зарвала мой мозг. Она просто, не знаю, прям... Сейчас я упрочитаю. Если вы живете в Баку, и вы когда-то уезжали из Баку, вы поймете почему. Баку город верный, такой же искренне верный, как мусульманская женщина. Баку стерпит многое во имя верности, даже простит предательство одного из своих. Лишь бы это был свой. Когда тонкий билет в другую страну ждет регистрации, а чемоданы лежат наготове, у Баку замирает сердце. Он и так пережил массовый отплыв лучшего с последующим наплывом худшего. С тех пор каждый отъезд остатков лучшего наносит кровавые удары. Соль. Баку плачет тайно в себе. Баку чаще плачет от горя, чем от счастья. Просто слезы почти незаметны. Высыхают под налетами Каспийского ветра. Мое прощание не предательство. И последняя цитата, которую я процитирую на данный момент, будет Родина прекрасна, когда в руках авиабилет в будущее, с обязательным возвращением в настоящее. За яркой надписью Родина непременно фон и субъективных красок. У каждого Родина своя. Абсолютно согласна. У каждого Родина своя. Кто-то Родину свою любит больше, кто-то Родину меньше. Но как же вы в сердце есть место для своей Родины? Опять-таки в книгах Сафарли присутствует вот этот вкусный запах еды. Постоянно у него какие-то рецептики. Постоянно готовка еды. И прям вот все пропитано запахом турецкой, азербайджанской еды. Это прям вот возвращает себя домой. Если кто-нибудь ел, когда ел турецкую еду, это просто вообще отлично. То, что он использует еду в своих книгах, это замечательно. Мне кажется, это его отличительная черта от других писателей. Ну и также его слом, конечно, который прям пропитан эмоциями. Сафарли очень хорошо показывает различные типы людей, которые проживают в современном Стамбуле. Там разнополые браки, разнонациональные браки, скажем так. То есть большое количество всяких разных наций, новая культура, люди чуть-чуть отошедшие от мусульманской культуры. Или люди, которые прям очень близко подошедшие к мусульманской культуре. Прям разнообразие, разнообразие. Очень похоже на Баку, но все равно это Стамбул. То есть он немножко по-другому. Для Эльчина Сафарли Босфор в данной книге, чаще всего большинство его книг, ну, которые как-то связаны с Турцией, являются его самым большим вдохновением. Он каждый раз возвращается к Босфору и с ним общается. У книги нет определенной цепочки повествования, события вырваны из разных моментов жизни и ставлены в мне определенные моменты жизни. После прошествия нескольких месяцев я могу сказать, что эта книга мне понравилась. Но когда я закончила ее читать, я подумала, что как же она могла вдохновить меня писать, если вот сейчас я абсолютно не прочувствовала ее. И я вам скажу еще раз, читайте ее обязательно при определенном настроении, то есть каком-нибудь грустном, иначе вы ее не прочувствуете. Вот так. Но я вам определенно советую ее прочитать, определенно. Если вам нравится творчество Сафарли и эту книгу вы еще не читали, то определенно прочитайте. Для меня она лично одна из самых лучших книг Сафарли. Читайте, будьте счастливы, ни с кем не ругайтесь. И до скорой встречи, подписывайтесь на этот канал. И я с вами увижусь скоро. Все, люблю вас всех, пока. Пока. Пока.